церемония ощущения негативных семян или сжигания негативных семян, или выкорчевывания, можно называть и так, и эдак. Здесь разница, я скажу так, что на самом деле мы говорим сжигание, но законы кармы говорят нам о том, что вообще-то мы обезвредить ничего не можем полностью на 100%. И сжечь, или выкорчевать, или очистить. То есть это мы так называем, но на самом деле это не совсем так происходит. То есть то, что мы делаем сейчас, мы на самом деле проращиваем эти семена негативные в таких условиях, когда им, ну вот, они не могут сделать нам больно. То есть когда для них нет условий. Знаете, что нужно семенам? То есть для них нужны условия. Это свет, тепло, вода, воздух. То есть нужно создать вот эти условия. Там земля, там почва определенная и так далее. То есть и сейчас мы проращиваем эти семена, когда для них вот этих условий еще нету. Когда их еще... То есть если мы не будем этого делать, то они будут там зреть, зреть, там расти, расти, будут там набираться сил. И потом ударят нас, как говорится, когда мы откроемся, когда мы совсем не будем ожидать этого. Когда для нас это будет максимально болезненно. Когда они наберутся сил, а мы будем, ну, наоборот, слабыми. И это будет для нас очень болезненно. Поэтому мы делаем это сейчас. Мы как бы... Это как на асфальте прорастить семена. Когда они не могут там пустить корни, они не могут вырасти качественно. То есть они так немножко проращивают. То есть мы говорим, что это, допустим, у нас может поболеть голова после вот этой церемонии, вместо того, чтобы мы там попали в ДТП или что-нибудь такое, или там серьезно заболели, может быть. Вот. Это то, что я хотел вот сказать. Ну, тоже как бы нужно понимать. Но сейчас вот есть люди среди нас, которые вообще первый раз это делают. Поэтому мы так не будем глубоко вдаваться в какие-то подробности. То есть мы говорим, что четыре силы — это вспомнить о ручке. В данном случае мы будем в таком широком смысле, мы будем читать с утра сердца. Это такой сильно священный текст. На самом деле его есть много вариантов. И есть там совсем длинное с утра сердца. Есть там укороченный вариант, еще укороченный. Вот. И вот один из переводов, мы такой короткий сегодня, быстро прочитаем. Это такой текст, который про совершенство мудрости и про совершенствование мудрости. Есть такие понятия. Вот. И этот текст очень сложный для понимания, как и ручка. Когда мы слушаем про ручку, нам кажется, что, может быть, первый раз, когда мы слушаем, нам может показаться, что это элементарно, это понятно любой собачка. Вот. Но если мы об этом задумываемся, то мы понимаем, что это как раз не единственная вещь, но такая самая сложная вещь для понимания вообще. Самая сложная из всего, что мы можем вообще вообразить, и она где-то вот как раз в начале, как то, как мы видим мир, что мы видим все зеркальное отображение и так далее, что... Ну, ладно, давайте про ручку мы прочитаем с утру сердца. То есть следующий пункт – осознанное раскаяние. То есть нам нужно разозлиться. Разозлиться не на себя в прошлом, а разозлиться на семена, которые мы хотим обезвредить. И мы должны понимать, что мы... Наши намерения нам в помощь. Вот. Поэтому мы должны злиться на то, что... На что есть смысл злиться. На то, где мы можем конструктивные изменения какие-то сделать. Где если я могу что-то с этим сделать, то почему бы не сделать? Если я могу их обезвредить, если я могу их прорастить сейчас, когда я только, допустим, сделал что-то, да, если я сразу же это исправлю, то я потом не буду отгребать за это, может быть, десятилетиями. Одно и то же будет со мной происходить одни и те же грабли, да. Вот если я хочу какие-то новые уже грабли, если я хочу какие-то уже... Чтобы не стыдно было показать эти грабли, то хорошо бы об этом вот позаботиться сразу, когда я вижу что-то, что я не так делаю. И вот следующее – это взять обязательства. То есть пообещать себе. Мы говорим, что можно обещать не только себе. Мы как бы, когда мы обещаем себе, мы должны, может быть, так это может нам помогать. Когда мы обещаем, как будто мы можем пообещать там ангелам, я не знаю, Буддам, всем просветленным, всем там святым, я не знаю, мы можем просто озвучивать это. Когда мы обещаем кому-то, когда мы озвучиваем свои обещания вслух, то это нам помогает сдерживать это обещание, когда кто-то еще знает про них. Людям может быть абсолютно по барабану, что я там пообещал. Они не будут меня там контролировать и упрекать, если я там не смог сдержать это обещание. Я себе обещаю, просто я озвучиваю, чтобы увеличить свое вот это внутреннее чувство ответственности, сил вот этой ответственности своей. Вот. И четвертый пункт – антидот или балансировка кармы. То есть мы говорим, что мы как... Вот наше сознание – это как поле, в котором все наши действия, как семена, которые будут прорастать. И они прорастают, но по очереди прорастают. Что-то плохое, хорошее, плохое, хорошее, мы говорим, жизнь там как зебра. Она не как зебра. Просто когда у нас прорастает плохое и хорошее, то нам кажется, что она как зебра. Но это не значит, что у нас не может прорастать хорошее, 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 хорошее. Просто если мы не знаем, как это сделать, то тогда она как зебра у нас. Может быть, она вообще у нас будет как черный конь, если мы совсем не будем задумываться о том, откуда все происходит, откуда все берется. И поэтому балансировка кармы, мы как аналогия, то есть мы как будто выкорчевали вот это, прорастили одно семя, и у нас освободилось вот это место. Чтобы сюда опять не засеялось здесь что-то, чего мы не хотим, мы хотим сразу же позаботиться об этом участке нашего сознания, сразу же посадить туда что-то обратное. То есть это как бы еще мы дополнительный эффект делаем, когда мы такую вещь наподобие, как мы сжигаем, как мы хотим обезвредить, подобную вещь мы делаем, может быть, абсолютно маленькое что-то. Если я кому-то нагрубил, я могу сказать кому-то доброе слово, не обязательно этому же человеку, если мне тяжело конкретно этому человеку сказать доброе слово, я могу сказать кому-то другому, кому мне легче. Мы когда в прошлом году вели дневник, мы говорили, я говорил там, что можно позвонить маме, можно тонг-лентом сделать и так далее. То есть есть масса способов. Если будут вопросы, мы будем это обсуждать опять же. все, мы будем повторять эти церемонии, и как минимум раз в две недели мы будем это делать. Значит, смотрите, два листочка. На первом листочке мы пишем, что мы хотим сжечь. То есть это, ну, это очень важно. Поэтому, ну, хорошо бы, ну, подумать, действительно, вот что, я вот уже устал, там, допустим, вот подумайте, можно так подумать, вот что со мной происходит такого, вот что мне уже просто надоело, я уже не могу это терпеть, вот что вот это вот у меня уже в печенках, вот что это такое? Подумайте, что вас донимает сильнее всего. И вспомните, что, если это, там, финансовая проблема, например, я буду финансовые вещи сжигать, вот, то попробуйте вспомнить что-то, где вы были жадны, где вы занимались каким-то воровством, где вы, я не знаю, мусорили, сорили бочками на пляже, я не знаю, там, ну, какие-то неожиданные вещи. Вы можете даже сжигать, как вы видели, как кто-то делает что-то. Я помню, да, много чего помню, я не буду сейчас все перечислять, ладно? В общем, подумайте, что вы сжигаете. Вот что-то такое по здоровью и по отношениям, как это озвучивать, писать. Конкретные, то есть я за конкретику максимальную, то есть если, вот, относительно здоровья, допустим, если меня беспокоит, там, здоровье, там, мое или моих близких, это значит, что я где-то не заботился про здоровье. То есть я вспоминаю конкретные случаи, может быть, привычку мою, может быть, то, что я там много лет курил табак, допустим. И я вот хочу, это как покаяться, да? То есть покаяться, это не сделать себя плохим, а это вот в этой практике мы, как бы, по сути, мы учимся правильным образом каяться, то есть правильным образом к этому относиться. Когда у меня вот Татьяна присоединилась, у нее нету звука, можете написать, пожалуйста, кто-то в чат Татьяне, чтобы она нашла там микрофончик, где включается, она сейчас нас не слышит просто. Напишите, пожалуйста, мне сейчас просто неудобно писать будет. Напишите кто-нибудь, что нужно найти там микрофончик и выбрать источник звука. Да, спасибо, Саш. Вот, то есть здоровье, то есть конкретно, либо мы могли там не заботиться про здоровье, там, по неведению. Я, допустим, могу, ну, меня вот очень там гложет сейчас, там, что я много лет, ну, вот у меня такое отношение, что я портил здоровье, здоровье, там, ну, своему отцу в частности, ну, не только отцу, там, и маме тоже, то есть мы портили, мы все, наверное, портили здоровье своим родителям, да, потому что мы... О, вот, супер, Таня включила звук. Здравствуйте, Таня. Приветствую вас. Смотрите, и я, чтобы не продолжать вот это чувство вины, как бы чувствовать, оно мне мешает, оно у меня, ну, забирает мое внимание, забирает мои силы, даже когда я, мне кажется, ну, не вспоминаю об этом. Я хочу от этого, ну, избавиться, ну, вот, правильным образом, то есть мне нужно, вот это семя, я когда продолжаю испытывать вот это чувство вины, даже где-то на заднем плане, да, на подсознании, там, я не знаю, то это мешает мне, ну, радоваться, это портит мою жизнь, это забирает мои силы, поэтому нам нужно освободить это место и заполнить его чем-то более ценным, более конструктивным, более тем, что наполнит меня, сделает меня более живым, сделает больше, лучше, всего хорошего сделает для всех окружающих, всех моих близких, далеких, там, знакомых и незнакомых, для всего мира, то есть, счастье мира, вообще, здоровье мира, зависит от моего здоровья, от моего счастья, то есть, чем я буду более счастлив, успешен, это лучше для всех, это, это не беда, это, ну, счастье, да, поэтому, поэтому мы запишем просто конкретную вещь, я рекомендую писать что-то одно, не писать там много чего-то, вот, что-то, допустим, что-то, выберите что-то одно и напишите, вот, конкретные случаи, вот, вспомните, за что вы там испытываете чувство вины, и давайте уже разберемся с этим, вот, раз и навсегда уже, перестанем это делать, перестанем испытывать это чувство вины, и перестанем продолжать делать такие же вещи, потому что, испытывая чувство вины, мы какие-то подобные вещи можем продолжать делать, может быть, не в таких размерах, не в таком количестве, вот, и мы можем даже не замечать этого, поэтому давайте, все, все разобрались, по отношениям, ну, то же самое, то есть, то, что не нравится мне, по отношению ко мне, мне нужно вспомнить, когда я подобные вещи делал по отношению к кому-то, и вот это мы пишем на вот таком маленьком, у нас, Тань, мы готовили листочки, да, я вижу карандаш, и мы пишем просто вот, что мы сжигаем, то есть, мы сжигаем какое-то мое действие в прошлом, это может быть сегодня, может быть, когда я на кого-то по-злому посмотрел, вот, или не в том тоне вообще ответил, или может быть более серьезные вещи, когда я там, допустим, ел соседские вишни, сидя на своем сарае, вот, то есть, какие-то вещи, которые я понимаю, что ничего как бы не пропадает, что все возвращается, если даже ел вишни чужие, то когда это семя, посаженное мной, выросло в сотни раз за годы времени или десятилетия, то потом я могу получить что-то намного более серьезное, какие-то большие понести потери, когда... когда я, допустим, ну, когда у меня долги там, или мне не хватает денег на то, что я хочу, на этом обеспечение там, каких-то потребностей своих, или своих близких, родных и так далее, вот, то есть, поэтому нам нужно ничем не брезговать, не считать, что что-то, за что-то я уже давно получил, вот, если мы что-то вспоминаем, значит, оно, оно продолжает давать эти плоды, которые, если я не хочу этих плодов, то давайте уже закроем эту страницу, как говорится. Все, пишем, да, поставьте, значит, что-нибудь там, поставьте двоечку там, поставьте, кто уже пишет, кто уже написал, что сжигает. Вот, то есть, не нужно подробностей там описывать, вот просто вы вспомнили, оно у вас в уме есть, здесь на бумаге вы просто отмечаете, чтобы вам было понятно, вот, я написал вот два слова, мне не нужно много, я вспомнил эту там ситуацию, и все. На втором листочке мы не сжигаем, то есть, вот здесь написано, то есть, второй листочек это, что мы хотим получить, то есть, что я хочу увидеть в своей жизни, что я хотел бы, чтобы произошло, вот характер, вот такой, как мы сжигаем, допустим, если это отношения, то я пишу, что я хотел бы видеть со своими там взаимоотношениями, если это здоровье, что я хотел бы видеть там относительно там здоровья своего, или может быть кого-то, может быть ребенок, или родители, кто угодно, вот, то есть, напишите, что, или если это финансы, то напишите, что должно происходить, что вы должны видеть в своей жизни, как, что происходит. так, и давайте оставим троечку, кто написал уже второй листочек, и будем ехать дальше. Да, я еще не писал, но, что нам там надо спички еще там приготовить, но, это готовить не обязательно, это сжечь можно потом, то есть, мы, то есть, хорошо, поставьте там нолик, кто еще там не успел, или у кого есть вопросы, напишите, у кого что-то не получается, напишите нолик, если такие есть. у всех все хорошо, да? Хорошо, смотрите, что мы делаем дальше. Мы приготовились, следующим пунктом мы будем делать вот эту вот первую, первая сила, мы делаем четыре силы, и вот первое, это понимание ручки, и здесь, ну, рекомендуют закрыть глаза, можно взять этот вот листочек в руку, где вы написали то, что вы сжигаете, ну, второе там, что вы хотите получить, можете, ну, не брать, он может там лежать просто пока отдельно, то есть, то, что вы сжигаете, взять в руку и вот прижать к сердцу, то есть, в тибетском буддизме, откуда, в принципе, вот эта практика, считается, что наше сознание, оно находится вот на уровне нашего сердца, не в голове, а вот где сердце, и что вот эти все семена, все наши действия, которые мы, все, что мы делаем, и они как семена садятся вот в нашем сознании, это как вот этот огород, он находится вот в области нашего сердца, вот, и вы вот в руке берете вот этот листочек, а, да, если вы готовили семена, кто готовил семена, вы много не нужны, вот черные, там, маленькие семена, там, мак или черный конжут, то есть, это как вот символически, как бы, они как бы обозначают вот эти, то, что вы сжигаете, вот эти ваши семена, да, вы просто заворачиваете их в этот листочек и прижимаете вот этот листочек к груди и закрываете глаза и просто слушаете вот этот текст, потому что, ну вот, мы не будем его обсуждать, он такой непростой для понимания, о нем можно говорить не то, что часами, о нем можно говорить годами, вот, и поехали, я здесь выключу свою презентацию, с утра сердца, слушайте и размышляйте, откуда приходят семена, вот, название этой сутры, вот полное, на русском это звучит, как благословенная мать, сердце, совершенство, мудрости, оригинальное название было на санскрите, оно звучит, как Ария, Пхагавати, Раджня, Парамита, Хирдая, потом, пока нам перевели его на русский, его переводили, ну там, тысячу лет, не менее, хранилось в Тибете, и на Тибете эта сутра звучит, как или на английском языке это название Вначале я преклоняюсь перед всеми просветленными сущностями, перед каждым священным воином, я преклоняюсь перед знанием всего, я слышал это учение однажды, победитель, победитель так называют будд или просветленных, то есть это обычно, ну будду называют победитель, победитель пребывал в Раджнагрихе на горе Коршуна и были вместе с ним Великое Собрание Монахов и Великое Собрание Бодхисаттв и погрузился победитель в глубокую медитацию, именуемую Осознание Глубины и в то же самое время Великий Бодхисаттва Ария Авалакитешвара, чье имя переводится как Сострадательный Взгляд, вошел в практику постижения глубинной мудрости и увидел он тогда ясно, что все пять составляющих личностей человека пустые от того, чтобы иметь свою собственную природу. И тогда младший монах по имени Шарипутра, побуждаемый силой просветленного, повернулся к Сострадательному Взгляду и задал ему вопрос. «Если сын или дочь благородной семьи захотят следовать практике глубокой совершенной мудрости, как они должны это делать?» И ответил великий воин Авалакитешвара на вопрос Шарипутра следующим образом. «Сын или дочь благородной семьи, решившие следовать практике глубокой совершенной мудрости, должны делать следующее. Прежде всего, им следует увидеть, что все пять составляющих личностей человека пусты по своей природе. Твое тело пусто. Пустота это твое тело. Пустота это и есть твое тело. А твое тело это и есть пустота. Нет глаз, нет ушей, нет языка, нет тела. Нет сознания, нет зрения, нет слуха, нет восприятия запаха и вкуса, нет прикосновения и нет мышления. Тебе нет ничего, что видит и что осознает то, что видит. Это в такой же степени справедливо для той части тебя, которая думает и которая осознает и которая осознает то, что ты думаешь. Нет неведения, нет прекращения неведения, а также нет старости, нет смерти и нет их прекращения. Нет страдания, нет источника страдания, нет прекращения страдания и нет пути прекращения страдания. Нет мудрости, нет достижения и нет отсутствия достижения. Поэтому Шерепутра, великому воину нечего достигать. Именно поэтому он может практиковать совершенную мудрость и может пребывать в совершенной мудрости. Это освобождает его сознание от всех препятствий. Это освобождает его от любого страха. Он выходит за пределы ложного мышления и достигает Мирваны. Все просветленные о прошлого, настоящего и будущего следовали этой совершенной мудрости. И это привело их к просветлению, к совершенному и полному просветлению Будды. Вот эти священные слова совершенной мудрости, священные слова великого знания, священные слова наивысшего, священные слова, которые все уравнивают, священные слова, которые кладут конец любому страданию, священные слова которые являются истинной и не могут быть ложными эти священные слова совершенной мудрости я сейчас говорю тебе а дьядха он гатэ гатэ пара гатэ пара самгатэ бодхи сваха как шарик утра великие бодхисаттвы должны постигать глубину совершенной мудрости праджня парамиту после этих слов победитель вывел себя из состояния глубокой медитации повернулся к великому воину пострадательному взгляду и благословил его следующими словами истинно сказал он истинно и еще раз повторил истинно о финн благородной семьи именно так как ты сейчас рассказал и нужно практиковать совершенную мудрость каждый из тех кто так ушел имеется в виду будда радуется твоим словам также как радуюсь сейчас и я и когда победитель сказал это младший монах шарик утра возрадовался и веке воин пострадательный взгляд ушедший к реализации возрадовался тоже и все ученики возрадовались и весь мир вместе с людьми богами полу богами и духами тоже возрадовались все восславляли слова победителя этим заканчивается с утра великого пути именуемая как благословенная мать сердца совершенной мудрости так и давайте пока не открываем глаза с утра она была впервые переведена с санскрита индийским настоятелем вимала нидра совместно с тибетским переводчиком его святейшеством тын чинге она была также проверена и переводчиками и редакторами гела и намка перевод на английский язык был выполнен американцем геша чабзановым зим майклом роучем перевод на русский язык ан и игорь суржик под редакцией марины филипфикам так и сейчас вот вы держите руку на уровне сердца и попробуйте почувствуйте как вот эта негативная карма из центра вашей груди переходит в эти семена в вашей руке это мы сделали вот первую силу вспомнили о ручке таким образом второй план подумайте о том что вы очищаете и испытайте чувство сожаления разумного сожаления и почувствуйте как это сожаление ослабляет ваши негативные эти кармические семена сожаление приходит из мудрости мы сожалеем не потому что некрасиво а потому что эти действия слова и мысли могут стать причиной страданий это вторая сила и третья сила сейчас возьмите на себя обязательство стремиться не повторять в будущем эти действия слова или мысли которые вы сейчас очищаете создайте намерение не делать этого в будущем создайте в своем сердце устремление остановить эти негативные вещи и это обязательство оно не только уничтожит семена в прошлом но и наполнит новые чистые семена это очень глубокий процесс возьмите обязательство не повторять то что вы сейчас сжигаете и четвертая сила возьмите на себя обязательство сделать какое-то конкретное действие которое нейтрализует все семена которые мы сейчас очищаем действие должно быть подобным тому что мы делали но противоположным такого же характера только наоборот в позитиве и посвящение посвятите вот это то что мы сейчас делаем посвятите это тому чтобы вот эти наши действия ваши действия помогли чтобы чтобы еще там сто тысяч человек не знаю или там все все люди может быть все существа чтобы они тоже стали чтобы им стало лучше чтобы они вот в этом же отношении этих семян которые вы сжигаете очищаете чтобы их жизнь тоже улучшилась в этом смысле вот и все на этом открываем глаза и в общем то мы закончили можем идти сжигать и мы сжигаем обе записки то есть и то что мы хотим получить и то что мы сжигаем очищаем то есть это как бы символизирует то что на самом деле они они обе пустые что вот эта пустота да понятие о пустоте вот это учение о пустоте это есть вот это пятиминутное учение о пустоте что такое пустота если есть какие то вопросы сейчас спросите может быть кого то ну пугает термин этот пустота или или есть какие то вопросы может быть или кто-то хочет что-то сказать напишите в чате или можете включить микрофон проговорить один листочек сжигать или оба не поняла оба сжигаем оба сжигаем да знаете по поводу пустоты я хочу сказать что 99 процентов космоса да это темная там материя или темная энергия то что чего мы не видим да вот мы привыкли считать чем-то существенным вещи которые мы видим но мы видим только то что отражает свет при этом воздух который мы дышим мы его не видим а мы живы благодаря тому что дышим мы живы благодаря ему потому что он заряжен жизнью это как я не знаю как электрическим током да как электрический ток или как какая-то как магнит то есть мы живы тебе оно вообще замечательно смотрит не слышно не слышно стас я хотела поблагодарить и сказать что вот принимая участие в практике сжигания семян уже очень не первый раз я наконец начинаю проникаться вот этим моментом даже то что кажется известным есть мысль оставаться в многократном действии и вот сегодня как никогда для меня очень отчетливо звучали моменты осознания что ну когда я начала думать о том что я могу сделать как антипода да я знаю что проскочило внутреннее сожаление что вот я проснусь завтра утром и вместо привычного страдательной какой-то мысли надо посеять другую и внутренние переживания что можешь не справиться это сожаление которое у меня было ну скажем о плохих поступках условные действия да мне вдруг на секунду стало страшно что я снова и снова для меня практика семян она все таки аналогично покаянию несколько покаяний в православии есть это личное коллективное кто на службах был может не знает что такое вот но вот это вот коллективное покаяние при этом наедине с собой оставаясь потому что в нем действительно надо очень-очень много находиться очень много находиться и я искренне рада за всех кто может быть первый раз принимал участие кто не первый раз ну что вот честность с собой прозрачность и понимание что ну не то что ты несовершенен вот предельно беспомощен но вот технология верить в то что если я планирую завтра не лениться и выполнить там то что я намечила я надеюсь что у меня завтра будет намерение мое реализовано вот вдохну-выдохну и сделаю так как так как намереваюсь поэтому спасибо большое за сегодняшнюю практику да спасибо что поделились я слышу вам уже лучше тоже рад и да и хочу всех поблагодарить в принципе что вы сейчас делаете это что вы присоединились и поддерживаете это наше это наше такое движение да улучшить таким образом свою жизнь в первую очередь да ну через свою жизнь мы только и можем улучшить жизнь еще кого-то мы не можем помочь кому-то не помогая себе только помогая себе мы можем сделать что-то для других людей вот и то что я говорил это то что самого существенного на самом деле мы не видим и астрономы там физики они сейчас уже пришли к этим выводам они это видят на на практике в своей практике то что то что жизнь на самом деле она невидимая то что мы видим это это не то что даже не половина а мы видимо видим только то что нам по силам вот как то так то есть если если мы становимся сильнее то тогда мы способны видеть больше я думаю так и на самом деле что такое вот счастье что такое страдание все все страдания это ну слабость да то есть когда я когда я когда я когда у меня сильное тело когда у меня сильный ум что что может заставить меня страдать ну только только когда я вижу страдания снаружи когда я вижу страдания других но если другие тоже будут сильными что тогда что если вообще все могут стать сильными и в физическом смысле и в смысле ума ментальном и радоваться каждый день вместо того чтобы постоянно выплескивать негативные эмоции друг на друга почему этого не может произойти ведь это легко может случиться просто себя нужно начать разве нет все пошли жечь наши костры спасибо всем еще раз пишите в мессенджере там или под постом да где мы какие у вас впечатления или что у вас если будет что-то происходить потому что ну очень часто действительно ситуация что после сжигания семян бывает что болит голова допустим у меня там и и учителя об этом говорят что благодарю за практику очень понятно и я рада что уже завтра у меня есть возможность совершить положительное действие которое перекроет то что было сделано очень давно уже сожгла да я даже рекомендую не откладывать на завтра это может быть что-то вообще крохотное но если мы делаем это максимально не откладывая это очень круто то есть прямо сейчас не нужно никуда ходить взять можно телефон позвонить кому-то что-то сказать там допустим позвонить там человеку которому с которым мне ну трудно говорить спокойно там или приятно приятно сказать что хорошее либо позвонить кому-то там кому будет приятно то есть если это касается денег там это деньги это ресурс допустим поделиться радостью улыбнуться поднять кому-то настроение это тоже ресурс если у меня даже сейчас допустим нету денег чтобы каким-то образом благотворительностью заниматься или ну кому-то там за что-то заплатить там отблагодарить там финансово или так далее вот если даже у меня нет такой возможности то это можно делать просто делясь радостью делясь хорошими эмоциями заряжая кого-то какого-то другого человека да если это касается там отношений можно позвонить кому-то у кого с кем у меня не очень хорошие отношения или может быть кто я знаю кто поссорился с кем-то в ссоре с кем-то и попробовать может быть их отношения немножко улучшить ну каким-то образом или если это касается здоровья опять же не знаю придумайте что-нибудь тут нужно развивать фантазию постоянно у нас есть ли этого все ресурсы нам просто нужно пользоваться тем что у нас есть и ну развивать это а не наоборот вот так я думаю да спасибо 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 всем кто был спасибо за внимание за вашу практику за поддержку и когда мы делаем это вместе это ну очень усиливает это в разы умножает вообще силу вот этих наших действий поэтому это действительно очень классно когда мы делаем вместе все спасибо всем доброй ночи вот все благодарю нам спасибо нам спасибо спасибо